Сосиски на палочках Сосиски в тесте Они невероятно вкусные И уверена, что вы такие никогда не пробовали Главное здесь выбрать хорошие, качественные сосиски Потому что от них зависит вкус готового блюда Желательно выбрать сосиски категории А или категории Б Это должно быть написано на упаковке И сначала мы приготовим сам кляр Берем глубокое блюдо и разбиваем в него яйцо Добавляем холодное молоко И взбалтываем все это вилкой или обычным венчиком Теперь туда же добавляем кукурузную муку Вот такую, как у меня Просеивать ее не нужно Соду, соль и сахар И опять все это перемешиваем с помощью венчика Не взбиваем, а просто мешаем до тех пор, пока все ингредиенты не растворятся А теперь настал черед обычной пшеничной муки Просто насыпьте ее в тесто Просеивать здесь тоже не нужно И снова все хорошенько перемешайте венчиком Чтобы не было комочков И в самом конце добавьте кукурузный крахмал И снова все перемешайте Если вам кажется, что тесто получается слишком густым, как у меня То добавьте немного молока А если наоборот кажется, что тесто слишком жидкое То добавьте еще немного пшеничной муки Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану Обычно такое же тесто мы замешиваем на оладьи Или на панкейке И пока что убираем наш кляр в сторону И займемся сосисками Если у вас маленькие сосиски, то резать их не нужно У меня сосиски были стандартные, длинные И я разрезала их на две части Теперь берем деревянные шпажки И нанизываем на них по одной сосиске Да, да, сосиски у нас будут на палочке Берем небольшое блюдо И насыпаем туда кукурузную муку И теперь каждую сосиску тщательно в ней обваливаем Так, чтобы на сосиске не осталось свободных мест Это делается для того, чтобы кляр сосиски не сползал при жарке В ковшик или кастрюльку с толстым дном Наливаем очень много растительного масла И хорошо его разогреваем Масло должно прямо кипеть Разогреваем на среднем или на сильном огне И вернемся к нашему кляру Для удобства перельем кляр в высокий стакан Так, чтобы можно было окунуть сосиску за палочку И она полностью помещалась в кляр Когда масло начнет кипеть Окунаем сосиску в кляр Немножко поворачиваем, чтобы стекло лишнее тесто И затем опускаем в кипящее масло И тоже слегка поворачиваем ее в масле Но без резких движений Если крутить сосиску слишком интенсивно То кляр может сползти Посмотрите еще раз, как я это делаю Кажется, это блюдо не совсем полезное Из-за большого количества горячего растительного масла Но оно невероятно вкусное Думаю, иногда побаловать себя таким тоже можно Обжариваем таким образом каждую нашу сосиску на палочке На одну сосиску у меня уходила примерно одна минутка Посмотрите, какие они прикольные Обязательно попробуйте этот рецепт Я вам очень советую Не забудьте поставить лайк И подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok